итак еще раз всем добрый день у нас сегодня с вами рабочая встреча в основном она нацелена на новичков которые у нас пришли и называется она у нас успешный старт в нашем проекте о чем сегодня с вами поговорим конечно попытаюсь себя поставить на ваше место да и вспомнить как я пришла присоединилась компания рифлэйм какие у меня были по этому поводу чувства и переживания и сегодня мы обсудим как раз ваши первоначальные действия все ваши сомнения и что поговорим о том что вам поможет в работе в нашей работе кто вам будет помогать ну и осветим многие другие вопросы по ходу вы конечно можете мне задавать вопросы я с удовольствием на них отвечу итак поехали в начале я практически уверена что у всех у вас но и у меня в том числе были некие сомнения да когда услышали об этой возможности когда вы принимали это решение у вас были такие сомнения а стоит не стоит а верить или не верить да они есть у всех поверьте мне другой вопрос как вы с этими сомнениями поступите дальше и на самом деле есть два варианта как разрешить эти сомнения можно в принципе оставаться при них всегда но помните что за сомнение деньги вам не платят и никогда не заплатят конечно удобно до не терзаться никакими мыслями о том что ваша жизнь может быть лучше что у вас могут быть какие-то мечты что они могут быть реализованы что есть другой уровень жизни вообще в принципе когда вас такие мысли не тревожат вы остаетесь той зоне комфорта в которой находились до того момента пока вас не позвали сюда в наш проекты в нашу компанию удобно да спокойно да но при этом вы остаетесь тех условиях жизненных которые у вас есть на данный момент и ничего в принципе в вашей жизни нового интересного не происходит ваша жизнь качественно к лучшему не меняется есть другой путь когда вы можете посредством начать действовать во первых да и посредством своих ежедневных действий посредством того что у вас будет результат вы можете эти свои сомнения просто-напросто не оставить им место в своей голове и своем сердце и доказать себе прежде всего да и все всем окружающим которые возможно у вас и не будут верить первое время как правило так и происходит что это та система которая работает и который меняет жизни людей к лучшему на самом деле то есть выбор за вами как поступить с этими сомнениями скажу про себя я не была уверена в том что у меня получится да у меня естественно были такие сомнения но я начала делать те действия которые мне говорил мой спонсор не задумываясь и когда я стала получать результат положительный естественно у меня приходила уверенность уже и как бы возрастала внутри меня эта уверенность была в меня компания и все возможности которые она дает в принципе те перспективы которые здесь отрываются с чего же стоит начать я говорю об этом всегда есть у нас отдельный вебинар где мы с вами учимся мечтать начать необходимо с мечты вот здесь присутствуют спонсоры не только новички да и сейчас обращаюсь к спонсорам разговаривайте со своими новичками разговариваете вытаскиваете у них те желания которые у них есть не обязательно говорить сухим деловым языком да как спонсоры новичка необходимо выйти на уровень такого тесного контакта и пообщаться на ну так скажем на такие трогательные темы о чем человек мечтает что ему в жизни не хватает какие мечты у него были раньше насколько он в них верит в осуществление этой мечты верит ли вообще в принципе какие он видит для себя варианты реализовать свою мечту в жизни и и да вот и так далее то есть от мечты очень много зависит потому что это будет вашим источником энергии так скажем вашим источником сил для активных дальнейших действий ну и собственно говоря это то ради чего мы и работаем в нашем проекте делаем все или иные действия ваша ближайшая дель как новичка именно в нашем проекте не в жизни в нашем проекте это цель директора почему я с мечты перешла на цель если мы с вами останемся в мечтах да то есть если мы свою мечту не перее не переформулируем так скажем в цель не поставим конкретные сроки и не оцениваем как каким-либо образом да будь то финансовый например она так и останется мечтой вчера буквально смотрела фильм женитьбы бальзаминова да пока ужин готовил ну что вы маленькая сбили меня не дали мне помечтать но то есть он там постоянно находился таких мечтах посмотреть фильм очень интересным кстати фразы такие есть можно прям брать и использовать себе в работе вот то есть не надо оставаться как раз в таком состоянии мечтателя нужно свои мечты переводить цель это ближайшая цель это директор не нужно забывать что вы в команде что у вас есть спонсор это ваши помощники и нужно об этом знать и помнить что вы это делаете не одна а вы делаете в некой связке такое со своим спонсором со своей командой тот человек который вас пригласил он обязательно покажет вам эту так скажем цепочку вашу командную цепочку и вы с ними обязательно познакомитесь в чатах в личном общении в социальных сетях где угодно что значит команда и что значит работа в команде команда сама собой подразумевает некое взаима взаимодействие да взаимопомощь поддержку естественно и вот здесь как нигде если сравнивать например с традиционной с обычной работой на которой я тоже работала там ни о какой командной работе ни о каком взаимодействии командном речи быть принципе не могу потому что ну не связаны люди какой-то единой целью так скажем да и соответственно не заинтересованы в неком таком взаимодействие взаимопомощи есть конечно между отдельными так скажем личностями в коллективе дружба да и взаимопомощь но это как правило и не приветствуется вот я работала когда в детском саду нас даже специально меняли нам напарников до что мы чтобы мы не врастали друг другу чтобы не контактировали так близко здесь и здесь команда присутствует она есть и это здорово и вы это обязательно почувствуете я хочу чтобы вы обратили внимание на свое окружение это очень начинает ощущаться я просто вспоминаю себя когда ты начинаешь посещать какие-то мероприятия здесь при онлайн работе у вас тоже есть возможность посещать мероприятия и живые мероприятия да на которые нас приглашает компания и мероприятия которые проходят онлайн пожалуйста вы можете заочно посетить банкет директоров например да набрав ютубе банкет директоров oriflame и посмотреть на тех людей которые там есть и что они там делают и как они выглядят и какие у них глаза да и так далее вы будете общаться со своими вышестоящими спонсорами и поверьте вы это в принципе увидите увидите что эти люди отличаются от тех людей с которыми вы привыкли общаться в обычной жизни я не хочу вот так вот проводить какую-то некую черту да что там плохо здесь хорошо конечно нет но мысли когда вы начинаете работать вот в такой компании да именно вот в командном взаимодействии вы понимаете что здесь люди мыслят иным образом и это про и вот эти изменения они невероятно ценны вы это обязательно почувствуете и вот когда я начала это ощущать на себе до в начале своей работы в oriflame я ходила по улицам с улыбкой на лице и у меня мои знакомые говорили что с тобой происходит ты как бы сама сама на себя не похожа почему у меня почему я так реагировал да я ее специально на себя не натягивал эту улыбку нет у меня в голове и в сердце да и в душе появилась надежда что я могу изменить свою жизнь и что у меня теперь в руках есть инструмент для ее изменения вот именно это и заставляло меня улыбаться я видела людей вокруг я их к ним стала по-другому относиться совершенно да там с какой-то даже можно сказать ну не жалостью жалость чувство плохое да ну да снег с неким сожалению что они не не знают об этих возможностях и даже если они знают да я им делала предложение они отказывались мне было жаль их потому что они отказывались от тех изменений которые с ними могли бы произойти в лучшую сторону на самом деле и вот такой серый мирок на самом деле он существует в нашей жизни и это большая масса людей если вы посмотрите на свое окружение вы увидите что 80 процентов людей которые нас окружают в основном наше общение с ними заключается в том что либо мы слушаем какие-то жалобы на жизнь да и на нехватку денег либо мы слушаем осуждение кого бы то ни было конкретных людей государства правительства самих себя до своих близких и так далее и это тяжким грузом ложится не только как бы на на их плечах лежит да но она и на вас сваливается и никакого позитивного изменения вас это общение не несет так вот когда я начала работать в эрифлей моё окружение кардинально поменялось кардинально я не скажу что я отрезала все свои какие-то там контакты нет конечно я также мы можем встретиться поговорить но тесно я общаться с этими людьми уже не могу я чувствую после общения с ними во-первых подряд потраченное время зря там который мне жаль который я хочу потратить на семью или да на какое-то свое развитие или на работу во вторых я не получаю от этого никакого удовольствия да и в третьих я еще могу даже и сама как бы потерять и настроение и настрой какой-то извините пожалуйста сейчас секундочку да хорошо заходи вот понимаете да вот я хотела вам сказать дальше для полдотворной и успешной работы нам необходимо развивать себе качества которые возможно у кого-то есть частично у кого-то и возможно они есть и это это здорово вам не придется такое большое количество времени тратить развитие да но вы обратите внимание на те качества которые нам необходимо во первых нужно научиться планировать первое время если вы никогда этого не делали вам поможет это сделать спонсор вам нужно будет планировать не только там результат по вашему каталогу вам нужно будет планировать буквально каждый день ваших действий второе необходимое действие да еще хочу сказать что если вы научитесь это делать если вы научитесь планировать вы сэкономите большое количество времени, и вы научитесь делать акцент на те действия свои рабочие, которые в первую очередь нужно сделать, и, соответственно, у вас будет результат, от которого вы будете получать удовольствие, и откладывать те дела, которые не так важны на текущий момент, соответственно, вы их можете куда-то перенести. Потому что без планирования вы можете чувствовать себя неким таким, ну, это у меня тоже есть, да, присутствовало раньше, сейчас я от этого избавилась благополучно. То есть такое ощущение, что перед тобой лежит такая большая куча дел, и ты не знаешь, за что взяться. В результате ты пытаешься сделать здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, и в конце дня у тебя некое чувство недовольтворенности, потому что день тебе кажется неэффективным. Вот, ты не успела в результате нигде ни с семьей пообщаться, ни на работе что-то сделать. Вот, поэтому планирование, оно необходимо. Второе необходимое качество – это обучаемость. Согласитесь, вы получили свою профессию, да, которую сейчас обладаете. Вы получили эту профессию не просто так, вы учились. Да, вот я училась, там, учились, в школе, училище, в университете. И я получала эти знания на протяжении многих лет. И так абсолютно любой человек. Так вот, чтобы получить навыки сетевика, да, вы сможете, вы сможете это делать одновременно вместе с работой. Я прошу еще раз прощения, потому что ребенок из школы идет. Алло. Сынок, у меня вебинар идет, заходите, и чтобы было тихо. Вот. Понимаете, да? Что обучаться необходимо. Что значит обучаться и в какой форме это проходит? Ну, я рекомендую для начала просматривать хотя бы два вебинара в день. Один из них должен быть по продукции, так как вы еще не знакомы с нашей продукцией. А это может быть все, что угодно, да, там, конкретная какая-то категория продукции, либо это может быть презентация каталога, либо это может быть мастер-класс, все, что угодно. И вебинар по работе, по рекрутированию, по бизнесу. Конечно, те текущие вебинары, которые у нас проходят каждый день, я также рекомендую их посещать. Третье необходимое качество – брать ответственность. Брать ответственность на себя. Не надо ни от кого ничего ждать. Поймите, что если вы принимаете решение работать в нашем проекте, и несмотря на то, что я говорила про командное взаимодействие, это не значит, что за вас вашу работу будет выполнять кто-то другой. Нет. Работать вы будете вместе, но спонсор не будет работать вместо вас. Поэтому берете на себя ответственность. За кого прежде всего? За себя, за свои действия, за тех людей, которых вы будете приглашать, соответственно, сопровождать, да, и за свой результат. Следующее качество – не замечать препятствия. Я думаю, что это легко сделать, достаточно легко сделать, если перед вами будет конкретная цель. Если таковой не будет, то любое сопротивление со стороны окружающих, да, с внешнего мира, оно будет, оно будет обязательно без этого. Ну, вообще, как бы, жизнь так устроена, да, и Вселенная так устроена. Любые изменения несут в себе некое сопротивление, да, чтобы произошли какие-то изменения, окружающая, так скажем, Вселенная будет сопротивляться. Вот. И здесь это выражается в воздействии на вас со стороны близких, родственников, друзей, знакомых, коллег. Соответственно, будут заселять в вашу голову сомнениями, и это будет все мешать. Отказы будут на вас в действии. Опять же таки, хочу сказать, если не будет конкретно поставленной цели. Поэтому возвращаемся к началу. Мечта и цель – это наиважнейшие вещи в начале нашей работы. Следующее качество – нужно уметь решать задачи. Ни в коем случае не нужно паниковать. Ни по какому вопросу паниковать не нужно. Паника вам не в помощь. Она вам не поможет решить данную конкретную задачу. Там, не знаю, не получилось отправить заказ, да, не получилось зарегистрировать. Что-то упустили в какой-то момент в работе. Что-то забыли, да, заблокировали страницу. Ваша задача – научиться эти вопросы решать, так как вы взяли на себя ответственность за ваш бизнес. И еще одно качество – все делать вовремя. Не откладывать дела, не копить их на потом, потому что потом либо не получится их сделать совсем, а соответственно будет у вас прореха в вашей работе, либо вы это сделаете некачественно, так как у вас будет много накопленных дел, либо вы это как бы сделаете, но будете чувствовать себя абсолютно разбитой. Да, и никакого удовольствия от этого не получите. Не получите. Дальше. Что дальше? Что необходимо? А необходим план на каталог, который вы составляете со своим спонсором, с тем человеком, который вас пригласил. Значит, первое, что нужно запланировать, вам нужно учиться рекрутировать, вам нужно учиться подавать информацию разными методами. По телефону, в сообщениях, в скайп-собеседовании, при живом общении. То есть вы пробуйте, вы учитесь, не старайтесь это делать суперпрофессионально, это вначале все равно далеко не у всех получается. То есть ваша первая задача – научиться. Здесь ключевое слово, да, я учусь рекрутировать, я учусь подавать информацию. Вторая задача на каталог, более конкретная, вам нужно сделать пять регистраций в течение трех недель. Где они будут с теплого рынка, с холодного рынка, да, мы об этом тоже будем говорить на наших вебинарах. То есть либо вы будете приглашать знакомых, либо вы будете приглашать незнакомых. Будут они эффективными или они будут неэффективными. Но пять регистраций вы себе должны запланировать. Это, так скажем, та витамина, та пилюля, которая поддержит уверенность в вас здесь, в этом бизнесе. Это необходимо сделать. И, соответственно, мы уже нацеливаемся в дальнейшем на одну регистрацию в день. Да, вот такую же эффективную. Третье, что необходимо запланировать, научиться делать ЛТО. Личный товарооборот, личный заказ через свой номер. Рассмотреть, познакомиться со всеми акциями, начать в них участвовать, показывать каталог, предлагать продукцию своим знакомым, друзьям, родственникам. Это все тоже, как бы, является частью нашей работы, потому что мы прекрасно, и вы прекрасно это должны понимать, что именно от товарооборота мы получаем зарплату, мы получаем деньги, которые хотим получать. Этот личный товарооборот, он должен быть у ваш личный, и он также должен быть у тех людей, которых вы приглашаете. Следующая задача – обучаться. Соответственно, понимаете, да, что без обучения мы расти и двигаться не будем, потому что нужна постоянная информация, об этом уже говорила. Будьте всегда на связи со спонсором и с командой. Все контакты спонсора, вашего личного, вашего директора, у вас должны быть, и вам спонсор должен их предоставить, человек, который вас пригласил. На связи с вашей командой вы первоначально будете в наших скайп-чатах, в которых мы встречаемся и общаемся, а в дальнейшем, когда у вас будет развиваться своя команда, у вас будут свои, так скажем, планерки, свои встречи, и там личное общение по телефону, по скайпу и так далее. И, конечно же, мы планируем наш первый процентный уровень. Какой процентный уровень у вас будет, каковы ваши способности, так скажем, да, и ваше рвение к результату, и от этого и будет зависеть тот процентный уровень, который вы себе планируете. Три процента, шесть, девять, тут также планируете своим спонсором, он вам рассказывает, что это такое, в чем заключается этот процент. Так, возвращаемся. Ваша цель – директор. Директор за шесть-десять месяцев. При активной работе это реально, вполне реально. Сделать, если мы планируем наш каталог, каждый наш каталог, вот таким образом, как я сейчас показала вам, да, то за шесть-десять месяцев выйти на уровень директора реально. Как это сделать? Да, какова схема построения структуры, как выйти на уровень дохода директора? Смотрите, сто человек, пять ключевых партнеров, которые делают то же самое, то есть приглашают по сто человек и находят среди них пять ключевых партнеров. Вот эти сто человек – это ваша одна морковка, ваша одна веточка, как бы, ваша структура. Но это не все, да, для уровня директора у вас должно быть 20-25 ключевых партнеров, и они должны быть распределены между двумя ветками. Хочу сделать акцент, первоначально мы выстраиваем одну ветку, одну, за вторую пока не беремся. Вот я здесь написала, какое количество ключевых партнеров должно быть на том или ином процентном уровне. Почему я написала именно количество ключевых партнеров? Так как ориентироваться надо на поиск ключевых партнеров, не на клиентов со скидкой, да, не на продавцов, не на количество людей. Нам за количество людей компания деньги не платит, да, если у вас выходит зарегистрировать там 100 человек в день сразу, выйдите и раздайте вот им дисконтные карты. Но они все будут по нулям, да, то есть никакой заказ через их номер не будет проходить, соответственно, вам, вы никакие деньги за это не получите, не заработаете. Поэтому ориентируемся и ищем ключевых партнеров. Как бы себе вот нужно заложить, да, что мой уровень директора это 20-25 ключевых партнеров, я ищу тех людей, которым нужны деньги. А таких людей в вашем окружении много. Их нужно всех перебрать, да, то есть знакомые, родственники, друзья, незнакомые и так далее. Их надо всех перебрать, найти вот этих активных, позитивно настроенных людей, желающих работать, да, не воящихся каких-то там переменой обучаемых и желающих вообще что-то делать. Это и будут ваши ключевые партнеры. Соответственно, примерно 500 регистраций по группе должно быть к уровню директора. По группе не вашей личной, а по группе. Карьерная лестница до уровня директора. Здесь показаны баллы, необходимые, соответствующие тому или иному процентному уровню и уровень дохода на этом процентном уровне. Я такой вопрос вам могу задать. Готовы ли вы потратить 6 месяцев, чтобы выйти на уровень 33, от 33 тысяч рублей до 48 тысяч рублей дохода в месяц, да, потратить вот эти полгода, чтобы выйти на этот доход? Я думаю, что ответ будет однозначный, потому что вот у меня, например, есть в окружении люди, которые ищут работу, они отказываются от нового предложения, но они ищут эту работу уже не полгода. Они ищут эту работу уже и 10 месяцев, и 12 месяцев, и 2 года. Они пытаются завязаться на какой-то работе, да, снова увольняются, снова начинают искать. Я на завязанности со стороны наблюдаю, как бы делала несколько предложений, и, конечно же, я их из поля зрения своего не упускаю, да, и обязательно эти люди, я знаю, что они у меня будут в моей команде. Три основных правила, которые необходимо выполнять в любом случае, если вы принимаете решение работать в нашем онлайн-проекте. Первое. Выполнять, да, таких людей много, очень много. Выполнять личный товарооборот, то есть делать заказ на свой номер. Смотрите, значит, есть люди, которые не готовы делать заказ, да, может быть, и среди вас такие есть, которые на данный момент времени, они зарегистрировались, но не готовы сделать заказ. У вас есть 2 месяца для того, чтобы активировать этот номер, чтобы он не потерялся. Если в течение 2 месяцев вы не сделаете на свой номер ни одного заказа, любого, ну, вы можете заказать, да. Другой вопрос, если вы пригласите потом 50 человек, и все они закажут по мылу, зарплата у вас будет соответствующая, да, в размере мыла, будем так говорить. Вот. Так вот, нужно, необходимо активировать этот номер, иначе вся структура, которая выросла под вами за эти 2 месяца, вы просто-напросто ее потеряете, да, так как ваш номер будет аннулирован. Дальше на вебинаре про акции и программы вы узнаете или узнали уже, да, про то, какие преимущества есть у людей, делающих определенные заказы. Это заказы на 100 баллов, заказы на 150 баллов и так далее. Я на этом останавливаться сейчас не буду. Если не смотрели этот вебинар, то обязательно его посмотрите. Второе обязательное правило – обучаясь, обучать. Вы обучаетесь сами и одновременно обучаете своих людей, которых вы пригласили, из-за которых вы уже несете долю ответственности. Пошли на вебинар, да, пригласили с собой своего новичка, увидели какую-то новую информацию, узнали какую-то новую информацию про акции, скиньте человеку эту информацию. Встречаться с новичком и разговаривать с ним буквально каждый день в скайпе, по телефону – это тоже является частью сопровождения, частью обучения. Третье необходимое действие – это организация группового товара оборота. Уже говорила об этом, скажу еще раз. Вы приглашаете, вы этих людей обучаете, сопровождаете, и эти люди организуют через свой номер некий товарах оборот. Делают они заказы для себя, либо они заказывают для кого-то. Все это должно быть разъяснено вами, этим людям. Какие инструменты у нас есть для работы, которые будут вам предоставлены? Ну, во-первых, есть пошаговая система. Не можно вам придумать никакой велосипед. Если вам захочется внести некие изменения, ну, кто знает, может быть, в будущем, вы всегда их можете написать своему спонсору, предложить, так скажем, и поставить для обсуждений. Но система есть. Время не тратьте на то, чтобы придумать что-то еще, что-то новое. Для вас также есть наш рабочий Яндекс.Диск. И там необходимо прежде всего познакомиться с папкой, в которой представлена литература и видео. Вот эта литература для того, чтобы вы понимали основы сетевого бизнеса, это необходимо знать, потому что именно отталкиваясь вот от этих основ, вы будете представлять, как работает эта машина, как работает эта система. Можно также посмотреть видеопрезентации таких наших лидеров, как, например, Владимир Полежаев. Дальше. В нашем распоряжении есть рабочий сайт Orange Group, на котором у вас будет личный кабинет и реферальные ссылки, с помощью которых вы будете приглашать людей в нашу компанию. Также там есть обучающие вебинары, видеоблог, из которого вы можете черпать ту или иную информацию. Далее. В нашем распоряжении скайп-чаты. Это необходимый инструмент, это на самом деле очень такая серьезная поддержка, особенно для новичков. Поэтому вы туда присоединяйтесь, для вас командный скайп-чат у нас, для вас продуктовый скайп-чат. И у нас также есть скайп-чат Turbo Roast, когда вы начнете приглашать, и вы получите приглашение в этот скайп-чат. Когда вы начнете приглашать людей рекрутировать, подписывать, вы получите приглашение в этот скайп-чат. И у нас есть скайп-чат ключевая команда, там ключевые партнеры, которые, так скажем, выполняют все критерии для того, чтобы их можно было назвать ключевыми партнерами. В нашем распоряжении обучающие вебинары наши и не только наши каналы YouTube. Здесь тоже, пожалуйста, представлен канал мой, канал наших менеджеров. И вы этим можете пользоваться, и также организуйте свой канал обязательно тоже. Он у вас должен быть, он вам необходим будет для работы и для развития вашего личного бренда. И, конечно же, командное сопровождение, про которые я уже вам говорила. Любой вопрос, который у вас возникнет, вы можете написать нашим командам в скайп-чате. Даже если нет на данный момент вашего спонсора на связи, в этом скайп-чате, вам любой участник может ответить. Может быть, не сиюминутно, но через какое-то время вы ответ на свой вопрос получите. Это очень важно. Хочу сразу сказать, результата сразу не будет. Не надо ждать, что вы завтра, послезавтра, через неделю получите те деньги, за которыми вы сюда пришли. Результата не будет, потому что нет определенных навыков, нет определенного количества действий, и нет определенных знаний, которые нужно получить, и их не получится получить в одночасье. Сегодня вы пришли, и сегодня вы все узнали, и вы такой готовый, пошли вперед, как на первом тоннеле, мужичок такой с молотком, я не знаю, как его называют. То есть он со знанием, он уже пошел, он получил, он двинулся вперед. Он сегодня пришел, сегодня начал копать. Но он может дойти, а может и развернуться, и уйти обратно. Из-за каких, по какой причине? Сомнения, что-то не получилось, кто-то что-то сказал, получил какое-то количество отказов, и так далее. Он был близко к своей цели, но он развернулся и ушел обратно. Делаем вывод, результата сразу не будет, но результат будет, если вы не будете останавливаться, если вы не будете видеть препятствий. Где взять людей, какие методы работы мы применяем? У нас есть несколько рынков, которыми мы можем пользоваться. Это теплый рынок, да, мы его так называем, теплый такой горячий рынок. Это наши родственники, друзья, знакомые. Неоднозначное отношение, как бы, приглашение близкого круга, но все же первостепенно, да, можно начинать именно с него, так как для работы в социальных сетях, так скажем, больше технических действий нужно, которые нужно наработать. Это оттягивает ваш результат. Ну, к примеру, да, чтобы работать там в социальной сети, в любой однокласснике, Инстаграм, Контакты, нужно создать несколько страниц. Это занимает время, потому что каждая страница должна там отстояться несколько дней. Соответственно, можно начинать уже работать с теплым рынком. Но, остерегайтесь, как бы, неправильных действий и получите инструкцию, перед тем, как пойти на рекрутинг, да, получить инструкцию от своего спонсора. Второй рынок – это социальные сети. Это холодный рынок, это люди незнакомые. Здесь очень хорошо отрабатываются возражения, да, то есть это такое поле деятельности, где вы можете оттачивать свои возражения на ура. Не нужно об этом жалеть, там кто-то согласился, кто-то не согласился, кто-то вам чего-то там негативное сказал. Об этом не стоит переживать. Вот если, когда вы получите отказ от знакомых, и от родственников, вот здесь, да, вам будет больнее наверняка, и в следующий раз вы к этому человеку сможете обратиться уже тогда, когда сами будете на определенном уровне. А в социальных сетях люди незнакомые, сто на холодном, а потом пошли на теплый. Да, да, есть такая статистика, хороший совет, да, сто отработать на холодном рынке, а потом идти на теплый. Возможно. Вот. То есть это очень хороший, хорошая такая практика для работы с возражениями. Третий, очень качественный метод, это развитие своего личного бренда. Вот с этого нужно начинать сразу. Вот как только пришли, вам необходимо изучить этот вопрос досконально. Почему? Потому что в будущем это тот инструмент, который вам обеспечит поток ваших кандидатов на автомате. Можете себе представить, это на самом деле здорово, да, когда вы открываете компьютер, у вас несколько заявок уже есть, и люди уже готовые к работе, то есть они не сырые, они прекрасно понимают, куда они идут, да, что, как бы, что из себя представляет компания, чем они будут заниматься. Но они пришли на вас, как на личность. И об этом у нас есть отдельный вебинар, обязательно его посмотрите. И еще один метод – это доски объявлений. Я его практикую, я практикую только для того, чтобы дать вам информацию по нему, да, потому что будет у меня вебинар по доскам объявлений, я вам расскажу про этот метод, и с ним тоже можно работать, с этим методом. Там плюсы в том, что люди ищут работу, да, то есть это некая такая целевая аудитория, где люди непосредственно ищут работу. Какой для себя, какие для себя методы выбираю я, вот из этого списка. В первую очередь, на первое место я ставлю личный бренд, да, теплый рынок обязательно, и все остальное – это параллельно. Как я советую новичкам, это опять же таки будет зависеть от конкретного человека. Об этом обязательно нужно разговаривать, с человеком, выяснять его потребности, его желания, его возможности, и уже отталкиваясь от этого, определять для него метод работы. Конечно, нужно надеть бронежилет. Конечно. И я в бронежилете. И все, и менеджеры, и директора, мы все в бронежилетах, ну, куда ты от этого денешься, да? И в обычной жизни мы нуждаемся в таком бронежилете, потому что мы сталкиваемся с грубостью, и с хамством. В обычной жизни я не говорю про работу. Здесь он нужен. Почему? Потому что вы будете сталкиваться с отказами, вы будете сталкиваться с каким-то негативным отношением. И если вы после каждого отказа, и после каждого какого-то, скажем, на звонок не отвечает, да, человек, вчера вы с ним разговаривали, а сегодня он на звонок не отвечает, если вы будете расстраиваться, соответственно, вы будете терять энергию свою, да, и вас не будет хватать уже на дальнейшие действия. Поэтому, что значит оденьте бронежилет? Это значит, что будьте готовы, будьте готовы к этим отказам, учитесь относиться к ним легче, относитесь к этому как к работе, да, запомните, что вам для того, чтобы получить результат, вам необходимо получить свою порцию отказов и свою порцию негатива. Понимаете? Это необходимо сделать. Из 100 предложений 80 вам скажут, нет, это нормально, это норма. Но если вы не отработаете эти 80, вы не найдете свои 20. Понимаете? Соответственно, это норма, это статистика, от которой никуда не деться. И если вот вы сразу как бы к этому готовы, вы себя на это настраиваете, я не хочу сказать, что вам будет совсем безразлично. Конечно нет, конечно будут некие эмоции, да, там негативные, но тем не менее вы будете знать, что это рабочие моменты, которые нужно преодолевать достаточно легко. Вот, вот что такое бронежилет. Одевайте его прям с утра, как встаете, в душ сходили, бронежилет на себя и вперед. А когда у вас будет результат, тогда бронежилет нужен будет другого, да, от потока кандидатов, которые будут проситься к вам в команду. Какие ошибки новичков? С какими ошибками, каких ошибок вам нужно избегать, да, и от каких ошибок вам нужно предостерегать своих новичков? Не посещать вебинары, мероприятия, планерки. Ошибка, да. Если вы что-то не посетили, значит вы часть информации упустили. Значит вы можете какую-то, так скажем, выпасть из процесса, а возможно даже как бы очень серьезно выпасть из процесса. Интернет это настолько быстро меняющаяся, так скажем, среда обитания, да, вот наша работа в интернет, она настолько быстро меняется, меняются методы, там информация постоянно меняется, акции. Если вы упустили, ну я на себе, да, я через себя это все пропускаю, вот стоит не отключиться от работы, от компьютера даже, вот так скажем, да, в отпуск там уехала. Отключилась, да, не вышла в сеть, не посмотрела что-то. Я уже потом приезжаю, включаю и понимаю, что ага, я здесь упустила, здесь упустила, мне сейчас надо это все наверстывать, где-то набираться, у кого-то спрашивать, отрабатывать и так далее. Будьте всегда на чеку, будьте всегда в строю, будьте в потоке, это очень важно. Вторая ошибка, не покупать, да, я уже об этом говорила, наш товарооборот зависит от заказов, от заказов наших и наших людей, поэтому приучайте себя к личному товарообороту. Не приглашать по системе, тоже об этом говорила, есть пошаговая система рекрутирования, пошаговая система сопровождения, если вы от этой системы отходите и придумываете что-то свое, я мало того не ручаюсь за этот результат, я скажу больше, результата может не быть вообще, либо он будет таким длительным и продолжительным, что, ну, вряд ли вы здесь останетесь. Уговаривать. Никого, никогда, никуда не уговаривайте, друзья мои. Это не те возможности, на которые нужно человеку уговаривать. Пока он, да, или вы, ну, вы уже с нами, да, это, то есть, как бы, здесь не о вас идет речь, но вот о новичках есть говорить, о кандидатах, которых вы приглашаете. Пока он не оценивает эту возможность, да, вот как я попала в компанию, конечно, я не оценивала всех возможностей, которые здесь есть, конечно, я не видела всей мощи и всех, вообще, всего того, что мне компания может дать. Я это до конца не оценивала. Вот, так вот, и они, новички, да, они тоже приходят такими вот, ну, с теми, с теми знаниями, которые у них есть на данный момент. Кто-то им сказал про компанию, кто-то, там, был, не получилось, какое-то мнение сложилось, да, вот я сейчас разговариваю по объявлениям, я просто вот некоторых прям пытаю буквально, да, почему у вас такое отношение к интернет-маркетингу, например, к сетевому маркетингу, к рефлейм, почему у вас такое отношение. Копаю, и в результате выясняются как раз вот такие вещи. Кто-то был, кто-то сказал, или она сама была когда-то, да, и выясняется, чем она занималась-то. Да, ничем она, по сути, не занималась. Ничего конкретного в работе она не сделала, чтобы сделать какие-то выводы. Вот, это я о том, что не уговариваю. Не уговаривайте, это не стоит того. Ваша задача не уговаривать, а дать полную информацию. Не бойтесь, давай вот информацию давать, не бойтесь. Уговаривать бойтесь. Дайте полную информацию. Тоже, да, иногда возникают некоторые сомнения, стоит ли говорить про заказ, да, а про какой заказ говорить, на 100 баллов или на 150. Не бойтесь, говорите все, что нужно. Ваша задача сказать, его задача принять решение или не принять решение. Понимаете, да? Еще одна ошибка – помогать всем сразу. Не получится помогать всем сразу. Ваша задача – сориентироваться только на тех людей, которых вы ищете, то есть это ключевые партнеры, а это значит, это тот человек, который откликается на вас, слышит вас, он с вами на связи, он задает вопросы, он выполняет те задания, которые вы ему даете, это для вас уже сигнал к тому, что этот человек – ваш ключевой, потенциальный ключевой партнер. Вот на них делайте акцент. Всем помогать не нужно, вас не хватит. Ну и переживать, да, это то, о чем я говорила. Переживать – забудьте это слово. Ну, забудьте, это, слава Богу, не касается ни вашей семьи, ни ваших детей, да. Это люди, которым вы даете возможность, и если они их не берут, то это только их проблема. Еще один такой совет напоследок, но он очень ценный. Нужно начинать сразу. Сегодня вы зарегистрировались, сегодня и начинаете. И к вам как к спонсорам обращаюсь. Если вы сегодня зарегистрировали новичка, не отпустите его, да, до конца дня. Проведите с ним скайп-встречу, созвон, дайте ему какие-то задания, дайте ему какую-то информацию. И если вы приняли решение работать, да, это уже сейчас про новичков, начинайте делать сразу те действия, которые вы можете сделать на данный момент. Что сделать? Познакомиться с сайтом, посмотреть каталог, посмотреть вебинар, почитать книгу, скачать, да, то есть сделать те действия, которые вы на данный момент можете. Но сегодня, но сегодня. Почему? Потому что, если вы отложите свои действия, например, ну ладно, сегодня зарегистрировалась, с завтрашнего дня начну, да, если вы отложите свои действия на завтра, это значит, что вы их отложите и на послезавтра, и на неделю, и на год, и на жизнь. Вот такой мой вам совет. Я думаю, надеюсь, да, что я сегодня вам была полезна. Я надеюсь, что вы получили некие ориентиры, да, и направления в работе, в начале работы. Если у вас есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. И жду вас в скайп-чатах, жду вас в личной переписке. Пожалуйста, вы можете звонить и писать. Пока-пока, я еще здесь буду на связи, пишите вопросы, если есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!